привет мои дорогие друзья я в шоке и вы сейчас просто обалдеете и так полтинник 1924 нормально так подорожал самый убитый в супер хреновом состоянии то есть фактически по металлу такая монета сейчас стоит от 214 гривен более не менее что-то похожее на монету начинается цена от 230 35 гривен а что-то средняя похожая на монету то есть уже где-то так примерно уже на монету становится похожим до 300 гривен 280 275 260 вот такая цена на полтинник 24 года а если на монете появляются какие-то признаки штемпельного блеска то цена такой монеты начинается от 300 гривен вот смотрите это кладовая монета но здесь есть остатки штемпельного блеска и я эту монету от мою приведу в порядок на нее ляжет красивая патина и такая монета уже суди потому что сейчас происходит на рынке будет стоить от 350 гривен вы можете себе представить как офигенно подорожали серебряные монеты полтиннички например вот такая монета с такой замечательной патиной в штемпельном блеске уже стоит больше 600 гривен если вы не успели купить себе полтинничек самый скажем так дешевый рядовой год в штемпельном блеске недорого то вы реально опоздали потому что цены улетают просто с каждым днем посмотрите какой штемпельный блеск на монете какая охренительная патина я вообще все завороженный такое нереально красивая монета но цена такой монеты просто космос блин какая патина офигеть можно а вы посмотрите только полюбуйтесь на нее класс короче дорогие друзья на полтиннике советские именно из серебра очень сильно начался рост цен вверх поэтому настоятельно рекомендую обратить на них внимание были времена помните эти золотые деньки даже был лот у меня на 80 по моему штук таких и цена была в среднем там по моему по 180 гривен выходила вот сейчас уже можно перекинуть их спокойно гораздо дороже а люди еще и сомневались брать не брать а я говорил покупайте покупайте монеты будет дороже вот она цена взлетела и так пока на данный момент выборами президента сша зависла все воздухе курс серебра немножко сегодня подскочил примерно уже 25 долларов чего нам ждать дальше доллар сейчас начал падать но мне кажется это связано с тем что возможно идет спекуляция то есть рынке акции пока ну шевелится но нету какого-то такого знаете резкого движения вверх или вниз то есть чем обосновлено падение доллара на данный момент я думаю это только спекулятивным движением перед выборами завысили курс доллара то есть типа напугали ну грубо говоря заработали на этом выборы закончились и все пошел курс вниз поэтому сейчас кто не успел продать доллары рекомендую какую-то часть кинуть поторопиться хотя вот сегодня можно было в украине сдать вчера даже по двадцать восемь четыре можно было сдать купить можно было двадцать восемь вот недавно было вообще там 28 8 даже 28 65 можно было сдать вот это самое вот я провтыкал конечно не сдал у меня было 400 баксов надо было сдать но я сегодня сдал 400 баксов по 28 32 хотя при мне был 28 38 а я думал сдавать не сдавать им не было под рукой доллары вы думала что делать куда бежать пошел домой пообедал вернулся и короче сдал по 28 32 но думаю падение будет еще короче сейчас вы понимаете прикол в том что качать выборы будут еще аж до января месяца там чуть ли не до 20 января будет инаугурация то есть до этого периода там еще будут судебные процессы там еще будут эти митинги уже там митинги потихоньку начинаются и так далее то есть качать ситуацию еще будут очень долго и до нового года поэтому на расслабляться не стоит нужно держать ухо востро но скажу что серебро раз сегодня чуть подросло это очень хороший знак но опять же не разбериха полная может быть будет и падение еще в общем дорогие друзья подписывайтесь на мой канал чтобы ничего не пропустить кто не успел рекомендую поторопиться успеть полтиннички купить себе хороший следующих видео я расскажу о других полтинничках и какие цены на них сейчас подписывайтесь на мой канал всем удачи пока